Мне понравилась эта идея, потому что можно за короткий срок, можно сказать, 16 уроков и обучиться казахскому языку, так как хочется скорее обучать своего сына казахскому языку, читать ему сказки на казахском языке, те же журналы, газеты и быстрее осваивать. Это нужно и для меня, и для моего будущего поколения. Соответственно, с людьми, с которыми я работаю, не в качестве ведущего, а в качестве продюсера, потому что есть компании и есть люди, которые общаются только на государственном языке. А как для человека, который строит бизнес-ТВ, это очень нужно. Понравилось то, что за короткое время, за 16 уроков, можно выучить казахский язык. Это очень приемлемое предложение было. Быстро, времени так нету выучить, чтобы его... А здесь, думаю, что получится. Субтитры делал DimaTorzok Очень хороший старт. По крайней мере, мы умеем здороваться по-казахски. А вообще, казахский язык, он вам знаком с какого возраста? Со школы. Со школы. С первого класса. То есть, в школе вы изучали казахский язык, Надежда, у вас? Да, думаю, с рождения, наверное. Ага, почему? Ну, потому что папина сторона казахской национальности, поэтому казахский язык всегда слышала, но, к сожалению, не знаем. Мы даже не понимаем казахский язык. Слегка могу какие-то пару слов понять, а так... Возникал вопрос, почему трудно изучить казахский язык? Наверное, возникал вопрос, чтобы было времени побольше для изучения языка, точно так же, как и английского. Но так как мы живем в Казахстане, по большей части нужно знать язык. Особенно даже для дикторов, которые могут говорить и на казахском, и на русских языках, на двух языках. Это всегда очень выигрышный вариант. Здорово. То есть, есть определенные уже причины, почему мы не можем изучить казахский язык, да? Да. Это здорово, что есть определение. Но сейчас я хочу, чтобы каждый из нас начал вот с чего. Перед тем, как вообще что-либо изучать, должен возникнуть интерес. Это должно вам, на самом деле, сильно, да, захотеть знать казахский язык, тогда подобные причины, они становятся второстепенными. Согласны? Давайте каждый из нас сейчас вспомнит, может быть, последнее какое-то достижение. Кто-то, может быть, очень сильно мечтал выйти замуж. Вот. И вот именно за этого парня, она сильно этого хотела, цель достигнута, есть. То есть, когда интересен мужчина, находятся возможности. Возможности. Да. И причины, которые раньше вас где-то вот та же лень, да, сходить в какой-то, я не знаю, спортивный комплекс, да, или в салон, это все отступает на второй план. Находятся какие-то средства, чтобы туда сходить. Находится откуда-то время. Правда? Вот. Сейчас я, наверное, с вами больше поговорю о мотивации. Какова мотивация? Зачем она нужна? Но для этого у меня будет небольшой к вам вопрос. У человека бывают различные стадии. Стадия смирения. Тогда, когда он пробовал изучать казахский язык, он пробовал находиться в среде, его окружают казахи, он, возможно, рос среди казахов, да, в семье, он изучал в школе, он ходил на курсы, и знаете, и пришло понимание, что, наверное, это не для меня. Есть такие люди среди нас? Есть. Это говорят, что с возрастом тяжелее, если человек в возрасте, ему тяжелее изучить что-то, да, какую-то науку и тот же самый язык. Допустим, тот же казахский или английский или русский язык для иностранца, правильно? То есть он говорит, я, мне тяжело изучить. Есть категория людей, которые удовлетворены. Чем? Стадия такая, что мне казахский язык не нужен. Я владею русским, английским и в жизни преуспеваю. Есть такая категория. Но есть категория людей, которые находятся в поиске. Это категория, которая не раз, возможно, пробовала общаться, находила эту среду языковую, посещала курсы. Но это категория людей, которые осознали, что им все-таки нужен казахский язык для того, чтобы стать лучше. Вот сейчас, вот каждый из вас, признайте себе, на какой вы стоите? Изучение языка на самое первое, наверное. Но у меня есть желание. Почему? Когда люди уезжают в Германию жить, они изучают немецкий язык год, два, три, потому что они будут общаться только на немецком языке. И очень редко на русском. Смотрите, один из сильнейших мотивов, да, должен, прозвучало. То есть, смотрите, должен, это вас принуждает? Нет. Абсолютно. Нет. То есть это получается говорить в вашей совесть, раз я живу в Казахстане. Я должен знать язык страны, в которой я живу. Очень здорово. Но на самом деле большой процент людей, вот массой, да, на данный момент, да, мы рассматриваем всего троих. Но очень здорово, что у вас есть такое осознание. Здесь работает вот какая-то доля стыда, что человек, я же здесь живу, я должен это знать, да. Но я знаю очень мало людей таких стыдливых, совестных, которые считают, что это мой долг. Я должен его изучить даже среди представителей коренной национальности. Так что, да, это сильный мотив, но он очень, как бы, бывает у редких носителей этого качества. Надежда, вы? Мой мотив, это мои дети, чтобы научить своих детей государственному языку, поэтому я должна обучать. Ваш супруг общается со своим ребенком на каком языке? На русском. На русском. То есть у него такая же проблема? Да, но он изучает, потому что у него на работе более казахскоязычные люди, поэтому там у него получается изучать. То есть среда, получается, позволяет. А у нас русскоязычное население, поэтому у нас проблематично с этим. Если я правильно поняла, вы смотрите далеко вперед. То есть в будущем, когда ваш ребенок будет в вашем возрасте, вы понимаете, что вокруг будет все на казахском. А это, получается, работает страх или все-таки какое-то ожидание, что ваш ребенок в вашем возрасте будет преуспевать благодаря казахскому языку? Наверное, вовсе это не страх. Не страх. Ожидание. Ожидание, да? Очень приятно. Ну, я думаю, так, у меня много друзей, почему я не могу, допустим, изучить казахский язык? Чтобы как-то общаться с ними, чтобы они меня понимали, чтобы я их понимал. Приятно, когда человек с тобой к тебе обращается по-казахски, и ты понимаешь, и тоже ответ ему говоришь. И к тебе как-то относятся лучше. То есть добавить какой-то процент эффективности, как личность, которая знает плюс ко всему и казахский язык? Да. Здорово. Перед тем, как идти куда-то, изучать какой-либо язык, очень важно понимать, зачем это нужно. Сейчас мы начинаем вместе с вами цикл уроков, который позволит вам за 16 уроков изучить казахский язык. Звучит интригующе. Почему? Потому что есть категория людей, которые тратят годы. Есть определенные образовательные сети, да, центры, которые обучают по полгода, годами. И знаете, не получается добиться эффекта мистика, спросите вы. На самом деле это объяснимый механизм. За 16 уроков, нестандартные уроки, вы сможете войти в то пространство, которое мы создаём. На самом деле язык — это не просто набор каких-то букв, слов, это не список. Это на самом деле то пространство, в которое можно было бы легко зайти и чувствовать себя комфортно. И мы постараемся это сделать. На самом деле, когда я познакомилась с этой методикой профессора Петрова, я очень была удивлена. Это меня вдохновило на то, чтобы попробовать её на себе. Поэтому мы начали с себя. Обратите внимание, что перед вами стоит ваша коллега. Вопрос в чём? Чтобы, смотрите, преодолеть ещё один барьер, когда перед нами стоит грозный учитель в очках. Какой-то барьер, что этот человек будет меня оценивать. Давайте вернёмся в школьные годы. В период, когда вы изучали казахский язык. Откуда появился вот этот вот, да, какой-то негативный осадок? Можно его назвать болевой порог. Что вот, да, не получается? И вот я беседу с большим количеством людей, они мне говорят, я понимаю, но мне стыдно сказать. Почему такое чувство, как будто я неправильно скажу? Может быть, это какой-то вот негатив со стороны преподавателя, да? Это такой же проблемой может быть непоощрение за какие-то достижения, да? Либо несправедливая оценка. У меня по казахскому в школе 5 было. Здорово. Я благодарен своему преподавателю. Динни Каркужаков, я её помню до сих пор. Она преподавала в 29-й школе. И вот таких моментов, чтобы там ставить 2-3, такого не было. Просто человек говорил, дополнительное задание сделал. А я приходил на телекомпанию, просил кого-то, чтобы мне написали там сочинение. Потом я его читал 3-4 раза, но акцент всё равно был. И тем не менее я приходил, как бы оправдывал это. Никогда тройки-двойки она не ставила. Она просто давала дополнительное задание, чтобы оправдать то, чего я не умею. Но гимн Казахстана на казахском языке я до сих пор помню. Ой, здорово. Я думаю, заслуживает аплодисментов. У вас как обстоят дела? Я думаю, наверное, ученики больше всего боятся, что учитель может поругать. Не а то, прийти ответ. В вашем случае, в вашем случае, было такое, что... Конечно. И после этого, как бы, вот это вот, какой-то вот комочек, и он, как бы, жил в вас. И каждый раз, когда вы пытались что-либо сказать, вам казалось, как будто вас опять-таки кто-то оценит. Не получается. Двойки ставят, а как... Ничего такого не объясняют, чтобы, сказать, понимать лучше, писать там без ошибок. Такого не было. Это тоже небольшая такая, своего рода, психологическая травма. А давайте мы вспомним, вот, знаете, что у вас за ребёнок. И вот, когда ребёнок начинает формировать, да, как бы, свой языковой багаж, он начинает говорить. Мы что делаем? Мы хвалим, мы его поощряем. Вспомните своих братишек, да? Вспомните своих племянников, когда они росли. И даже если он говорит коряво, даже если он говорит не совсем правильно, мы всё равно его поощряем. И знаете, вот это вот чувство радости, когда у вас получается. Тот момент, когда, да, получается, да, наизусть там спеть гимн Казахстана, и когда вокруг все восхищены. Классные же ощущения. Так вот, оказывается, на самом деле, в мотивации, в механизм мотивации, он работает так, что он должен придавать силы, он должен придавать радость. Когда вы с радостью двигаетесь, у вас получается, вы хотите познать ещё одно слово, вы хотите сконструировать ещё одно новое предложение, и у вас получается к этому идти. Спецификация цели. Что это такое? Давайте мы представим, что мы свободно владеем языком. Да? Свободно владеем казахским языком. И вот представьте себе, каковы ваши ощущения? Что вам это даст? Как вы себя будете чувствовать? Комфортно. Комфортно буду чувствовать. Например? Например, вот реальная ситуация из работы, да, то есть мы коллеги, как бы, ну, встречаемся на работе редко очень. Если один раз мы увиделись, мы никогда не будем говорить, там, мы спрашиваем, да, привет, как дела, и всё, да. А вот эфир, приходит гость, который плохо говорит на русском языке. Так как я веду программу «Доброе утро», «Твое утро» на Рико ТВ, да, то, соответственно, сталкиваюсь иногда с проблемами, когда приходят казахскоязычные гости. И я вижу, что человеку очень тяжело говорить на русском языке. Есть определенное время, на которое мы должны уложиться, конкретные вопросы, и видно, что человек отвечает на них, вот как он выучил, да, на русском языке. Ему сложно это говорить. Шаблон. Это не проблема, это не проблема ни в коем случае. И порой хочется задать ему вопрос на казахском языке, чтобы он ответил. А зрителю донести уже суть вопроса, ответа и вопроса. Соответственно, это очень важно, не только для диктора. Ты приходишь в любой магазин, ты приходишь к врачу, не дай бог, чтобы часто кто-то ходил к врачу, ты приходишь на какую-то конференцию, да, надо часто ходить, нужно. Хочется посмотреть спектакль на казахском языке. Я смотрел казахские трупы наши, театра, Айман Шалпан, и я понимал смысл, но я не понимал разговор, понимаете. Это минус. Минус тому, что даже в искусстве, а казахское искусство, оно очень красивое, выдержанное и интересное. И нужно это понимать. Нужно. И хочется это понимать. В моем случае, наверное, все-таки гордость. Гордость за себя, то, что я знаю свой язык. И, конечно же, уверенность. То есть, все-таки, это немного вас последние годы подстегивает, да, что вы, получается, по национальности казашка. Казашка. Да, по линии отца, да. Но вы не знаете язык, это, вот вы это воспринимали всегда как минус? Конечно, да. То сейчас вы представили, что вы спите спокойно. Да. С чистой совестью. Знаю свой язык, спокойно разговариваю и спокойно. Спокойно. Вот это вот внутреннее состояние, оно же отображается на вашем поведении в семье, в работе и так далее. Так что, да, наверное, вы бы пришли вот к внутренней гармонии, да? В работе будет легче. Например? Ну, так же самое смотришь, когда сидишь в эфире, в эфирной аппаратной, когда идет таралтан, допустим. Да. Вот, надо переходить как бы на рекламу, ты немного не понимаешь, ждешь уже просто, когда наступит пауза, когда они просто закончат разговор и будут сидеть молчать, ждать. Вот, а тут уже будешь понимать и уже легче будет работать. Слушай, так тебе язык проще изучить-то, разговор, смотреть больше программ. У нас-то времени не хватает программ смотреть. Ну, я вот сколько раз Жан-Аргуль просил, научи меня говорить. Вот, наконец-то она собралась и уже через год это делает. Ну, там тоже все не так легко. А теперь смотрите, что получается. Нам нужно изучать язык, но, опс, нет времени. Почему? Потому что у каждого есть определенный уровень ответственности. Возможно, даже не одна работа, потому что на самом деле у взрослого человека миллион мыслей, миллион забот, миллион дел. Сконцентрироваться, да, на конкретном, да, это, на конкретной теме очень сложно. Поэтому вот эти вот цикличные уроки, которые рассчитаны там на полгода или на несколько лет, они на самом деле очень сложно даются. И вот 16 уроков, они нацелены на то, да, чтобы вы получили основной каркас, да. Это координаты, да, это та схема, которая вот по, наверное, объему соответствует таблице умножения. Таблица умножения. Я думаю, ее можно выучить за две недели. Так вот. Ползин. Поэтому наша с вами задача сейчас подойти к этому делу, да, как к изучению таблицы умножения. На самом деле концентрация на 16 уроков, сжатые сроки, получить эффект. Что вам это даст? Это даст возможность овладеть казахским языком на базовом уровне, для того, чтобы вот ходить в театр, понимать и изъясняться, быть понятым. Вот я думаю, это наша с вами главная задача. На следующем занятии, я думаю, мы с вами поговорим об ассоциациях. Вообще, я люблю эту игру, поскольку любая сложнейшая тема, она воспринимается очень легко и просто. И вот мы будем на следующем занятии с вами изучать казахские основные грамматические структуры через ассоциации. Но самое главное, вы должны понять, что мы будем делать упор на глаголы. Почему? Потому что если рассматривать казахский язык, а вы знаете, что в казахском языке есть очень много многозначных слов, и как бы вообще в них разобраться, и когда вы об этом слышите, вам вообще кажется, как будто вы беспомощны. На самом деле, по статистике, любой язык, 90% приходится на 300-350 слов. 350 слов, которые формируют основу разговорной речи. И из них, 90%, они возлагаются именно на глаголы. Я думаю, как раз вот эта основа глагола, она будет основной структурой для того, чтобы каждый из нас ориентировался в этой таблице умножения. Я думаю, на сегодня мы определили нашу с вами задачу, мы выбрали направление. Очень важно, оказывается, чтобы наша с вами мотивация была направлена в будущее. Мы выезжаем с вами от пункта А, мы с вами определили пункт Б, теперь мы знаем с вами короткий путь. Я думаю, у нас с вами будут отличные результаты. Знать язык государства моего, в котором я живу, а то так в армию пошел и не знал языка. У меня было тяжело общаться. Вот так. Если бы раньше выучил, было бы проще. Так что будем учить. То, что мне еще понравилось, то, что преподает это не какой-то чужой человек, а моя коллега, который знает казахский язык. Мне это было интересно, потому что это нужно. Это нужно для самого себя, а не для того, чтобы там говорить. Это нужно понимать и учить. Школьные годы давно прошли, а пришлось мне учиться в России, поэтому в университете я не изучал казахского языка. И сейчас я хочу, чтобы я знал язык страны, в которой я живу. Редактор субтитров А.Семкин